Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем недельную главу Корах. Вообще, великая глава, она много рассказывает о том, что происходит в мире сегодня. Давайте разберем. Вот первое, это, обратите внимание, вот бессмысленность и гибельность конфликта раскрывается вот в сцене с воскурениями. Маше предложил бунтарям принести воскурение в мешкане. Кого изберет Бог, тот останется в живых, остальные умрут. Ну, все понятно. Поразительно, что Корах охотно соглашается на это испытание, и остальные тоже люди. Здесь сотни людей, сколько-то их, 250, ну это, вдумайтесь это. Корах на что рассчитывал? Идти в святая святых, с горящей смесью благоводия, вместе с 250 другими людьми, включая первосвященника Аарона, великого мудреца, великого праведника, и зная, что оттуда выйдет живым один, и все соглашаются. Какая безумная вообще вот самоуверенность какая-то, что они думали эти люди, да? Каждый думал, что может быть избранный ям. Представляете, насколько завернута иногда у людей голова. Но даже если, например, Корах искренне верил, что только он пройдет божественное испытание, а другие умрут, ну как вот так спокойно можно отправить на смерть преданных тебе людей ради своих эгоистических целей? И вот эта жертва была принята, и написано, огонь вышел от Бога и пожрал 250 человек, принявших воскурение, а Кораха же поглотила земля. И вот мудрецы все время говорят о племени распри. Это пламя лишило разума Кораха, и в конце концов погубило его. И очень много в нашей жизни, когда только у нас начинается какая-то распри, какая-то, у человека нет больше разума. Он видит только одно, вот враг, вот я и так далее. Это убивает мир. Я больше расскажу дальше, давайте. Что говорит? Вы поймете, что Господь послал меня выполнять эти вещи, если это не мои личные желания, если они умрут обычной жизнью. Обычной смертью, как все люди, да? Но если что-то невиданное, земля раскроет рот, поглотит их, чтобы вы знали, вот открывает в этот момент земля свой рот. И поглощает мятежников. Но это вообще запредельное чудо, на которое рассчитывало Маше свершилось. И теперь мы понимаем, что сейчас закончится восстание, оправдается Маше, небеса ответили на его призыв. И очень драматическим образом он оправдан, конец восстания, конец истории, ничего подобного. Именно как раз совсем не так. Тора очень сложная. Тора не просто прямолинейное описание право-влево. Она реально рассказывает то, что происходит в душах людей. И здесь неожиданно, на следующее утро люди начинают возмущаться Маше и говорят, вы убили людей божьих. Вы понимаете? И вот тут уже вмешивается Бог. Сам никаких указаний не давал. Он видел Маша собрать 12 посохов, 12 лидеров коленок, править их на ночь в Скинию. И на следующее утро вынесли посох. И посох Аарона расцвел, и миндаль расцвел, и восстание закончилось. Ведь это, вдумайтесь, это удивительнейшая, уникальная развязка, и посылы ей тоже уникальные. Применение силы никогда не прекращает конфликт. Она только сыпет соль на рану. Даже чудо, которое происходит с землей, не обеспечило Маше оправдание. То, что закончило конфликт, было иным. Видимый признак того, что Аарон был избран Богом. То есть чудо мертвого дерева. И нельзя, нельзя говорят, нельзя, зря говорят в притчах всегда о Торе. Это дерево жизни для тех, кто раскрывает их свои объятия. Маше и Аарона обвинили в том, что они провалили свою миссию, что они вывели людей из Египта, чтобы не смогли привезти их в землю Израиля. После этого разведчики, знаете, вот ветвью мертвого дерева ожила, и все в порядке. Следующее поколение сказано, теперь всем стало ясно, будет жить, оно доберется однозначного места. Бог это Бог жизни, то, к чему он прикасается, не умирает. Таким образом, эпизод из короха учит нас очень важные вещи. Существует два способа разрешения любого конфликта. Силой и убеждением. Первое, сводит на нет противника. Второе, как бы, ну, приближает его, вербует. И сила никогда, написано, не решала конфликт. Как бы ни казалось, это легко и просто. Даже в случае с Машера Бейну, даже если силой чудо является, никогда не было такого, например, в жизни решительного вмешательства, как чудо, что поглотило короха. Однако это не разрешило проблемы, только усугубило ее. После того, как это произошло, все те, напоминаю, кто принимал участие в восстании, начали жаловаться. А разрешение конфликта когда произошло? Когда Арон, когда чудо показало, что Арон избранник Богом. И вот еще раз говорю, Дора это дерево жизни. И поэтому ее пути написаны, пути приятностей. И эти все пути, написанные, являются собой миром. Именно такое разрешение конфликта в иудаизме, не силой, а миром, только такое бывает на земле и такое устоит. Хочет кто-то или не хочет. Брахава Ацлахава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ОROW